Шалом! Мы с вами продолжаем законы шаббата. И мы сказали, что этот раз мы дошли до Млехет. Мы вошли. Одиннадцатая млаха. На самом деле мы на ней сконцентрируемся весьма много, потому что это, наверное, млаха, которая самая-самая употребимая. Есть еще несколько Борер, которыми мы занимались. Иногда вы сталкиваетесь с другими работами, там Боне или Коте. Мы сказали, что из 39 млахот, которые были при построении Мишкана, большинство мы сегодня мало используем в повседневной жизни. Мы вошли, как ни крути. Кушать хочется? Кушать надо? Более того, добавлю поправку, которую написал Рыма. Это не спорт с Шульханарухом, он просто это подчеркнул, что в шаббат обязательно нужно кушать горячее. Почему? Бень, ты помнишь с прошлого года? Из-за караимов. Потому что караимы не разрешают разогревать. Они, как и Дздукин, пошли по своему собственному трактованию. По принципу я сам умный, сам придумаю себе устную тору. Письменную тору они соблюдали очень жестко и очень четко в старые времена. Сегодня они ее почти не знают, поэтому про сегодняшних караимов я немножко промолчу. Но устную тору они почти целиком сказали в утиль. Мы, скажем, свою устную тору. Без мишны, без гморы, без традиций, которые к нам пришли, они разработали новую традицию. То есть у них традиции тоже есть. Только их традициям это 1300-1400 лет. Их первичным традициям. Когда мы говорим про варку, что такое варка по определению? Это то, что у нас сделали, делает пригодным еду с помощью температурной обработки. Какие у нас могут быть виды? Это может быть мавашель, дословно это варить в жидкости. Метаген жарить на сковородке. Цоле это жарить на открытом огне. Офе это когда у нас температура идет с помощью воздуха. Снова таки, если мы, допустим, скажем про рыбу горячего копчения. Это варка или не варка? Рыбу горячего копчения. Горячее копчение. Уже слово вы слышите. То есть у вас было неприготовленное с помощью горячего копчения стало приготовленным. Значит запрещено. Есть копчение холодное? Да, есть копчение холодное. Вопрос, как ты зажег чай в пившару. Вопрос, если ты зажег их до шабата, в чем проблема? Есть у нас еще некоторые вещи, которые будут запрещены по другим причинам. К примеру, засолка в шабат у меня будет запрещена с точки зрения меобет. Обрабатывать точно так же, как обрабатывали солью или другими веществами кожу, для того, чтобы она стала пригодной. Засолка еды тоже будет запрещена, если это делается заранее. Если я решил посолить сейчас салат, никакой проблемы нет, если я это делаю непосредственно перед трапезой. Трестан уберет чай и скажет, что такое непосредственно перед трапезой. Время. Еще не Трестан. Трестан уберет чай и скажет, что такое непосредственно перед трапезой. Запас не больше 30 минут. Я специально сказал запас, потому что если я знаю, что мне нужно будет сейчас разобрать это, посолить это и так далее, у меня там всяких таких работ, которые разрешены непосредственно перед у меня на час работы, то когда я могу начать это? За полтора. Почему? То, что мне необходимо. Это необходимо. Это мне разрешено. Плюс у меня есть запасных максимум полчаса. Я могу взять про запас, при условии, в котором мы сказали, что на эти полчаса я не могу планировать ничего. Потому что если я запланировал что-то другое, то это уже не называется запасом. Я думал, что стенка решил пробить топ. Ладненько. Сдулся. С горя. Какая температура, тут кто-то пытался сказать, которую мы говорим температурой в арке? 45. 45. Кодовая? Утка. Живая утка. Да. Но мертвая утка не 45 градусов. Согласен. Хотя смотря как приятный. Тоже правда. Значит, живая утка 45 градусов. Из всех кошерных животных, птиц, самая высокая температура. Поэтому плюс-минус ее Равой Рубах порекомендовал взять. Можно вопрос? Да. Шаббат. Я понимаю, что мы этот вопрос не разбирали. Просто просто напомню себе. Шаббат, чай. Это готовый чай. Мы будем это разбирать. Не сейчас. Сейчас мы начинаем с основы. Я не хочу сразу прыгать к практическому случаю, пока мы не разобрали все основы. А, это мы еще не разбирали? Нет. Это, грубо говоря, одна из последних строчек в Млехе Ту Мевашель, в этой Млахе. Мы ее сейчас только начинаем. Мы не закончили ее. По секрету скажу. А, что нам до конца можно начать? Я не очень уверен, если мы за один урок закончим. Варка все-таки это очень объемная. Если за этот урок не успеем, то на этой неделе обязуюсь сделать еще один урок, чтобы успеть до ближайшего шаббата. Так тебя устроит? Ну, ладно. Спасибо. Ладненько. Когда мы говорим про варку, то у нас здесь есть градация. Это меня очень расстраивает, что я не вижу, что кто-то что-то пишет. Потому что я так понимаю, что у всех здесь очень развитый старческий склероз или девичья память. Не знаю у кого что. Но пока я не увижу, что у вас не отлетает от зубов. Не зубы отлетают. Отлетают от зубов. Все основы этой малахи. Я не буду продвигаться к практике. Это угроза. Бень. И угроза не только тебе. Я сказал, пока я не увижу, что по крайней мере у большинства это не будет абсолютно понятным. Цена? И это включает в себя и яд солиды 45 градусов. И это включает в себя, что такое мивашель, что это тепловая обработка. И какие виды тепловой обработки. И что можно разогревать, что нельзя разогревать в шаббат. Пока вы все базовые вещи не поймете, смысла переходить к практическим подробностям нет по одной простой причине. Из моей практики исходя, если человек не понимает основ, то в итоге он слышит А, а говорит Б. Потому что основу он не понимает. Он говорит, ну я что-то такое слышал. Ну вы же говорили в том предложении, что это запрещено. А, это запрещено в другой ситуации. Ну это я уже не услышал. Поэтому пока основ нету, смысла говорить практику. Ну может быть какой-то один конкретный момент, два, с разжевыванием их на 100%. Но тогда, извините, мы только эту млаху будем разбирать пару лет. Так, плюс-минус. А может быть и больше, учитывая, что занятий у нас не так уж и много. Когда мы говорим про варку, то мы должны разделять с точки зрения варки, что у нас есть варка в сосуде, который на огне. То есть первый сосуд, который находится на огне. У меня есть варка, это уже будет совсем другой уровень. В первом сосуде, который не на огне. Естественно, что при условии, что температура выше, чем яд суледит. У меня есть варка переливанием из первого сосуда. У меня есть варка во втором сосуде, с переливанием из второго сосуда. И мы скажем, вот Бенни как раз вовремя вышел, чтобы не услышать то, что ему нужно, по поводу третьего сосуда, есть ли варка или нет. То есть самый жесткий вопрос с точки зрения приготовления чая. Из пакетиков, которые Тристан там крутил. Да, да, да. Есть варка в третьем сосуде или нет. По этому поводу, перед тем, как мы начинаем подробно разбирать, сразу скажу, что анекдот уже рассказывал по поводу раввина, который попал в ад. Попадает в ад, его кидают в котел, он говорит, ааа, горячо. Говорит, а кто-то сказал, что третий сосуд не варит. Поэтому, хотя мы приведем и разные мнения по поводу третьего сосуда, тем не менее, всегда третий сосуд я начинаю с этого анекдота и никак по-другому. Когда мы говорим с вами про огонь, мы сказали, что мы разделяем на огне, первый сосуд, второй сосуд, третий сосуд, переливание и так далее. Помимо этого, у нас нужно разделить и с точки зрения того, какой статус у еды. Еда у меня может быть жидкая, может быть сухая. Где разница? В предыдущем лоху вспоминайте. И говорите, где разница между жидким и сухим. Где разница? Я смотрю и хочу понять, это жидкое или не жидкое? То, что передо мной находится. По виду, в смысле. Нет, мы дотрагиваемся. А, это важно. Значит, есть один вариант, который был сказан, ложка стоит или ложка не стоит. Еще один вариант, который мы говорили в млехетлаш. А, когда тесто замешивает, если оно переливается или не переливается. Или комками, да? Или падает кусками. Все, где ложка будет стоять, оно будет не литься, а падать. То есть, бессер, там какая-то подлива между, может быть, будет чуть-чуть литься, но я буду переливать челунг густой, он у меня не будет литься, он у меня будет бум-бум-бум-бум-бум-выпадать. Кусками. Поэтому, это то, что разделяет жидкое и сухое. Про курицу кому-то я уже здесь рассказывал, но добавлю еще раз, когда я здесь как-то ответственным был на шаббат, и после шаббата подошел к Равентебе, Рав Пусек, который у нас здесь преподавал, один из ближайших учеников в Равмурдахе Альяу. И говорю, Рав, курица, я знаю, что можно разогревать курицу в шаббат на первую трапезу, но я разогреваю, она пускает сок, это жидкое. Он говорит, ну знаешь, что я тебе скажу, если, говорит, еда не пускает сок, говорит, не кушай ее, в смысле, говорит, зубы сломаешь. Такой жесткий, аллогический ответ я получил от Рав Пусека. Поэтому, то, что у меня там есть чуть-чуть подливы, которые позволяют этому не пригореть, или если у меня продукт, который я при разогреве пустил, или запотел, или пустил немножко сока, то я не говорю, что это у меня будет жидкое. Но снова таки, если этого сока там очень толстый слой, и я его специально разогреваю по большому счету в качестве подливы для риса, то в таком случае это будет запрещено. Хотя вроде бы эта подлива находится и с курицей вместе, но если я это специально делаю для подливы, Все равно? Если у меня курица, чтобы не пригорела, и там осталось есть немножко сока, я могу это на подлив пустить к рису, но не то, что у меня есть большое количество, это я буду рассматривать как жидкое. Когда мы говорим про еду, кроме того, что мы говорим жидкое и сухое, мы должны ее разделить еще на несколько моментов. Жидкое, оно может быть полностью сваренное, которое остыло, полностью сваренное горячее, и не полностью сваренное. У них будут разные статусы с точки зрения варки. Цена? Потому что не сваренное, оно не сваренное. Если оно полностью остыло, то в большинстве случаев, в большинстве, не во всех, в большинстве, оно будет рассматриваться как не сваренное, потому что подавляющее большинство решений говорят, что в жидкости есть варка после варки. Исключение, конечно, Рамбам, которым мы очень уважаем, который говорит, что нет варки после варки в жидком. И значительная часть йеменцев, баладим, идут именно по этому мнению и разогревают суп и соус в шаббат. Сейчас будете разогревать, это в сам шаббат? Из холодильника, да. Перед шаббатом ставят? Из холодильника точно так же, как я могу разогреть полностью готовую котлету или шницель, или курицу в шаббат. В сам шаббат. В сам шаббат. Они, те, кто идут по Рамбаму, могут разогреть суп и любую жидкую сваренную. Если я у них в гостях, я могу это кушать. Я этим не нарушу, потому что они себе ничего не нарушили. Но не наоборот. Не, если я их пригласил себе в гости, я вас приглашаю себе в гости, вы мне будете здесь суп разогревать. А если между курицей и костюлей поставить? Мы до этого сейчас дойдем. Подожди. Через секунду буквально мы дойдем до этого момента. Когда мы говорим про сухое, то есть не жидкое, то тоже мы будем разделять. Это полностью сварено, не полностью сварено с точки зрения того, что у нас происходит, что мы можем разогревать, что мы можем вернуть на плату и так далее. Когда мы говорим про разогрев шаббат, то еще один из важных моментов, который мы должны сказать, огонь у меня закрытый или огонь у меня открытый. Мы сейчас разогрев разбираем. Мы сейчас говорим про варку, в частности, про разогрев. Мы сейчас говорим, собственно говоря, про общие правила, которые касаются варки в шаббат. Мы еще не дошли до частных случаев. Мы расставляем понятие варки в шаббат. Пока что. Да? Можно еще раз варка? Это любая термическая обработка? Любая. Нет. Это термическая обработка, которая приводит к тому, что продукт становится пригодным для употребления. То есть не просто изменяется. Он был непригодным, он становится пригодным или он становится пригодным в другой форме. То есть понятно, что если я сейчас возьму помидор, пригодный к употреблению или нет. С точки зрения еврейской, нееврейской варки, мы скажем, не будет нееврейской варки в том, что нееврей пожарит помидор. Потому что он в любом случае, можно его скушать. Но с точки зрения варки в шаббат, мы скажем, сейчас продукт поменял свою физическую консистенцию. И он фактически стал другим. Жарен помидор и сырой помидор это разные блюда. И я это сделал с помощью термической обработки. Это мы вошели. Безену? Я кинул яйцо. Оно у меня сварилось. Это мы вошели. Здесь можно еще уточнить, что когда мы говорим про термическую обработку с помощью огня, по которому мы говорим, закрыт или не закрытый. Почему я это уточняю? Если у меня что-то приготовилось на солнце, от температуры солнца, не говорите, что это невозможно, летом в пустыне это очень даже возможно, то в таком случае это у меня будет разрешено. Если это что-то, что разогрелось от солнца, к примеру, я взял сковородку, черную, чугунную, выставил ее на солнышко летнее. Какая у нее будет температура через полчасика? 45 минимум. Я думаю, что 70 минимум. 45 это, если я ее поставлю в тени. Пастеризовать профи. Вот это? Пастеризовать это 85. Извинил. Запомни. Но 70 градусов это температура уже, когда фактически зачатки кипения, то есть первые пузырьки начинают появляться. Это еще не... А он не 45 начинает теперь? Нет. 60? Нет. 70? Не раньше. Ну, я не говорю в горах, где другие давления, я сейчас в это не вдаюсь. Если я сейчас раскалил сковородку, так, на солнышке, я разобью в него яйцо, оно у меня мгновенно станет, жареным. Это будет запрет дыра банан, потому что здесь огня нету, но это производное солнце, а производное солнце мудрецы запретили. Если это от самого солнца, разрешено. То есть, если я выложил, грубо говоря, лоток яиц, не на песок. Выставил лоток яиц, что такое лоток, не знаешь? Коробка бумажная или картонная. И открытая. И сейчас яйцо сварилось от солнца. То есть, от попадания лучей непосредственно на яйцо. то в таком случае, но тут нужно быть осторожным, потому что что произойдет, быстрее сварится оно или протухнет, хороший вопрос. Скорее всего, сварится, если солнце серьезное, летнее. зимой даже на солнце понятно, что ничего у тебя не сварится. Все равно? Но, если у тебя в тени температура 45 градусов, вполне реальная для Израиля, даже 42, то на солнце у тебя температура вполне может доходить 50-60 градусов. 70, разве что, если яйцо будет черное, они у нас обычно белое. Нет, черное просто притягивает к себе немножко больше лучей, не притягивает, а воспринимает больше лучей, извините, белое больше отражает. То вполне возможно, что оно яйцо сварится. Снова-таки, я специально подчеркнул яйцо, картошка от этого не пожарится. Все равно, есть вещи, которые требуют большего, мясо от этого не пожарится. Максимум высохнет. Но жареным оно не станет, вареным оно тоже не станет. Но некоторые вещи, типа яйца, вполне могут свариться на солнце. Снова-таки, это пример из гмары, конечно, если я беру платок, разогреваю его на солнце и в платок разбиваю яичницу, то так нельзя. Или, чтобы вы не подумали, это вполне реальный вариант, который делали в пустыне, они с собой сковородки чугунные не таскали. поэтому, если они хотели сделать яичницу, не находили яйцо, то они спокойно разбивали его просто в горячий платок и он очень быстро превращал это в яичницу. Или варили яйца в песке, брали раскаленный песок. Но лоток это тоже как производное солнце. Правильно. И это тоже запрет до Рабанана. Все правильно. Мы сказали, что разрешено будет только, если лоток непосредственно солнце с яйцами. Почему в воздухе? Мы сказали, в картонной коробке. Картонная коробка своей температурой не добавит этому яйцу. Если яйцо само по себе становится производным, солнце, грубо говоря. Оно не становится производным. Если солнце на него непосредственно воздействует, то без производных это разрешено. Если таким образом сварилось яйцо, оно будет разрешено. Если ты взял даже сковородку и выставил на не черную и выставил на этой сковородке те же разбитые яйца, не разогревая заранее сковородку, то в принципе тоже можно. Чтобы она не была нагрета, что я не разбиваю в нагретую сковородку. В целом? Ладенько, мы продолжаем. А и сковородка еще одна, но не нагретая. Смотри, вопрос сложноватый. Если она полностью покрыта, то в принципе беседа. Я имею ввиду, тут важно то, что яйца готовятся, грубо говоря, сами из-за себя? Не сами из-за себя, а сами из-за солнца. Из-за температуры солнца, которое к ним приходит. Имеете ввиду, им ничто температуру как посредника? Не добавляет. Именно. У нас нету другого посредника. Обязательно? Даже если она черное, а яйцо прозрачное, то в любом случае максимум, что может повлиять на сковородку, это что первый, самый там полмиллиметра, который к сковородке, они могут быть быстрее проварятся. Но дальше, если черный цвет, уже влиять не будет. Цена? То есть, если ты это сделал миллиметровым слоем, сразу скажу, будет невкусно, потому что яйцо, которое сделано очень тонким, оно просто... когда мы говорим про варку, то здесь я добавлю еще один очень важный момент для жидкого. Мы сказали, что у нас есть варка, выпечка, жарко в сковородке, жарко на прямом огне, горячее копчение, которое будут все относиться к варке. есть еще один запрет, который будет доотноситься к варке, и многие про него не знают, и прокалываются очень больно, вплоть до нарушения доорайта. Какой это запрет? Мегис. Размешивать в кастрюле с жидким, особенно с полужидким. Если полужидкий челнт, очень часто может быть, что нижний слой уже полностью готов, а средний слой еще нет. И если я это перемешаю в шаббат, я сделал запрет доорайта мегис, который является подразделом от мебошей. Типа средний слой начал готовиться? Я размешал, и он начал готовиться моим действием в шаббат. еще раз. Если, я специально подчеркнул, я специально подчеркнул, что время готовки, если это у меня не полностью жидкая еда, полностью жидкая еда, варка распределяется более-менее равномерно. Все равно? Максимум, там может быть кусочек мяса или кусочек картошки, который больше, и он не до конца проварился. но общая готовка распределяется одинаково. Если у меня суп, в котором много густого, и неважно, это у меня будет овощной суп, или это у меня будет чонт, то очень часто у меня будет ситуация, что у меня слой сантиметра 3-4, к примеру, около стенок, будет полностью уже готовым, сверху у меня тоже жидкость выходит все время пузырей, поэтому верхняя часть у меня тоже будет жидкость более-менее готова, а промежуточный слой густого будет не готов до конца. В таком случае это будет запрет Деурайда. Если оно полностью все проваренное, то это будет запрет Деурайда. Мешать же в любом случае нельзя. Значит, единственное, что добавлю, естественно, что мы здесь говорим про запрет мешать, когда оно находится на огне. Если оно не до конца сваренное, то в таком случае даже я снял со дня, я перемешал, я просто не смогу вернуть на огонь, мы скажем через пару минут я вам продиктую условия, которые вы должны знать в любое время дня и ночи. Я говорю, при каких условиях можно вернуть еду на огонь? должны сказать раз, два, три, четыре, пять, бодиават, четвертый, пятый, так-то. если вы этого не знаете, то вы не знакомы с этой млохой. И вы должны знать помимо этого, раз, два, три, что я могу поставить из печки, из холодильника на разогрев. Если вы этого не знаете, извините, это значит, что горячее в шаббат кушать вы не можете и вы нарушаете непосредственно то, что Рыма сказал, что вы обязаны, или вы нарушаете малаху мавашель, что недопустимо для человека, который соблюдает заповеди, тем более, если он учился в воде, да. Не, рука просто понял, хорошо. Перед тем, как мы разберем непосредственно условия разогрева, мы скажем, что есть еще несколько производных, которые мудрецы запретили. Одно это когда мы разогреваем металл так, что он меняет цвет, это тоже будет по ряду мнений гмары производная от варки и, соответственно, это будет запрещено. В частности, лампочка накаливания, вольфрамовая спиралька разогревается, это мы вошли. Бенеетер. Все равно? Еще один момент обжигания глиняных горшков, чашек и так далее. Никто никогда не обжигал? Нет. Будете? Ну, безрадышем будете, безрадышем будут дети. Один из кружков, который достаточно часто встречается, это делать керамику и потом нужно ее обжигать. Поэтому вполне реально, я без шуток сказал, это не в шабат, естественно, будет сказано. Все равно? Еще одно это сушить мокрые бревна. Вы скажете, ну, когда в конце концов я буду сушить? Тоже, на самом деле, очень часто, я не знаю, как кто, но если делаешь мангал, то иногда берешь и уже когда закончился несколько деревяшек, которые чуть-чуть влажные, поставить их сверху, чтобы они не загорелись, но чтобы они просохли. То есть, это вполне как бы обычное действие, и казалось бы, ну, я что-то не варю, зато у меня уже будут готовы дрова. Это тоже будет у меня запрещено в шаббат. Сэна? какие у меня есть условия, секундочку, может я еще парочку вещей скажу. Да, мы сказали про огонь, огонь может быть закрытый и открытый, а вот что такое закрытый и открытый огонь, это большие споры. Когда мы говорим про закрытый огонь, то есть мнение, что достаточно то, что есть что-то между огнем и посудой. Нет, не противень, что-то что закрывает. Крышка. Для начала просто лист. Отсюда пошло понятие плата. Плата это лист. Сэна? Лист жести, которым накрывали печку и на него ставили. Но когда мы сегодня пользуемся, то мы пользуемся электрическими платами, если вы в курсе. не всегда. Здесь внизу есть именно такой, там даже не жесть, а такой кусок чугуна, который накрывает огонь, на котором стоит огромная кастрюля над челтом, потому что никакая плата не даст температуру, чтобы этот челт не прокис. газовая причем на полную катушку включенная весь шаббат и там лежит чугунный блин и на нем стоит кастрюля и только это может позволить такой величине кастрюли разогреться. Но если мы говорим про электрические, то что такое электрическая плата, домашняя электрическая плата, скажем так, это металлический корпус, в котором есть спиральки, которые разогреваются. И здесь есть спор, который звучит примерно так. Раву Ваде СФ Захарцедик Левраха говорит, если у меня есть эта плата, все, нет, нет, недостаточно. Этого достаточно, чтобы мы сказали, что огонь закрытый. Подавляющее большинство ашкенозим говорят, этого недостаточно по простой причине. Сейчас эта плата в одном корпусе и составляет единое целое вместе со спиралью. Поэтому это не плата, которую поставили на печку. Это плата, которая часть печки. И соответственно, это значит, что нужно на это положить другой сосуд, пустую кастрюлю, пустой, знаете, в печке, которые подноса, цельные, не противень. Поднос, который в печку вставляется, перевернутым поставить на него, или на перевернутую сковородку, или на перевернутую кастрюлю, и тогда это у меня будет считаться закрытым огнем. А если отплата от вентифектора в тоннель Шабата было две разъемки, И что ты поставишь? Она будет там просто стоять без миси. Там вы открываете и ставьте там. Он ищет с одной стороны легкие пути, которые очень нелегкие. С точки зрения Шабата закрытого огня ты проблему решил. А вот то, что эта плата не переживет больше, чем 2-3 Шабата, потому что когда ты ее все время убираешь, ставишь и так далее, а у нее корпуса, который хранит, ее нету, то я очень сомневаюсь, что она у тебя долго проживет. Хотя проблему с точки зрения того, что не ставить на него что-то дополнительное ты решил. Дорец вопрос открытого меня это скорее как дейюра. Нет, почему? Мы сказали вопрос сейчас что подразумевалось в гморе. В гморе подразумевалось, что ты кладешь лист. Значит, сейчас если у тебя лист зафиксирован, засчитывается он как лист или нет, это спор. Рав Вадья Иосиф сказал, засчитывается. Рав Мурдыха Ильяу говорит, не засчитывается, потому что он соединен. Скажу, что все три Рава я застал еще времена, когда все три выдавали свои постановления. даже у Рав Мурдыха Ильяу я был несколько раз на приеме. Третий Рав Рав Ильяшив, литовский Рав, который пошел по другому мнению в гморе, который говорит, что закрытый огонь это когда на огне стоит другая кастрюля с чем-то. И на нее ты можешь поставить. Это самое строгое. То есть другими словами, если у тебя стоит кастрюля с водой или кастрюля с чем-то. Без проблем ты можешь поставить на кастрюлю с водой или на кастрюлю с чем-то. Пустая мертвая припарка. Сэдом? Да. А льгу можно положить вместо сосуда фольга это не сосуд. Нет. Вместо перед покрытием огне. Если фольга может держать вес кастрюли без проблем. Но фольга она не жесть. Она недостаточно жесткая. Что такое жесть? большому счету та же самая фольга только достаточно толстая чтобы жестко держать. То что ты сейчас ее поставишь прослойкой она ничего не держит. Она не является ничем. Просто покрытием это то, может держать сосуд. Еще раз. Вот и выдержит сейчас эта штука не сейчас стол держит. А если убрать стол? Нет. Я говорю. Если это плата, то мне нужно на плату поставить что-то что может само по себе держать сосуд. Только это покрытие называется да? Да. А почему вы видели этот патхоль это что не пачкать может быть это? Это то что я делаю чтобы не пачкать экономия работы по очистке. Это я делаю часто. На ПЭСах я это делаю обязательно без дополнительного устражения. Даже когда я отмою все я делаю еще и бумагой чтобы не было контакта. Цена? Если я проколью жестко то на самом деле не надо. Но по большому счету не все но это общая распространенная устражение которое правильно делать. я не хочу говорить что все чтобы если ты где-то встретишь кто не делает значит он делает не очень хорошо но это не то что если он это откошировал то это не то что он делает запрет он не делает дополнительного сражения которое правильно было бы делать цена когда мы говорим про варку на самом деле это в талмуде третья глава шаббат занимается варкой и там частности идут разборки можно ли поставить сырое перед шабатом не в шабат перед шабатом ответ будет если я перед шабатом поставил полностью сырое то это разрешено по всем мнениям почему это значит что вечером я и думать не буду про то чтобы это взять попробовать к утру даже если оно было сырым перед шабатом к утру оно или сварится или если потухнет огонь не сварится но уже проблем варки все равно у меня нету цена у меня есть большие споры между мудрецами и хананией по поводу того можно ли ставить еду которая сварена к махал бен друсай завтра все мне ответят я буду вас сгонять просто как сидоровых коз без какой-либо практики пока я не увижу что вы всю теорию знаете махал бен друсай это по разным мнениям или половина или треть варки раши рамбам здесь спорят в любом случае тот и другой сходится что это то что с натяжкой можно кушать бен друсай это имя разбойника за которым постоянно гонялись и он постоянно у него была ситуация что он не доготовит до конца мясо кушал его полуготовым или на треть готовым потому что нужно уже было срочно убегать дальше и возникает вопрос если у меня еда она в принципе готова половина треть мне сейчас не хочу в это вдаваться тем более что у нас нет секундомера сколько это половина сколько это треть это значит что мясо оно может чуть-чуть недоварено но уже кушать можно или картошка немножко недоваренная но кушать можно рыбу фугу мы отставим отравишься там только сто процентов тебе нужно значит это не с точки зрения отравишься с точки зрения того насколько тебе это будет пригодно для еды и бассейдер есть люди которые в ресторане заказывают мясо которое не прожаренное я сейчас не про это говорю я сейчас говорю про шаббат и тот кто говорит мудрецы говорят сто процентов сфарадим в данном случае идут по мудрецам если перед шаббатом оно должно быть или полностью готово или полностью не готово промежуточный вариант нельзя потому что есть опасения что в вечерней трапезе или после трапезы ты решишь ой хочу попробовать этот чонт и если его попробуешь он не до конца готовишь ну ладно завтра съем и при этом ты его сейчас снял себе достал и ты его вернешь и получится в шаббат даже не размешивал ты в шаббат это вернул на плату и оно у тебя доварится то есть но если оно полностью не сваренное ты не будешь говорить пробовать чего пробовать если я только его поставил что ты если я прямо из кастрюли ложкой взял попробовал оно готово ложкой ты из жидкого достал с огня мы сказали мегис что нельзя перемешивать на огне однозначно мы ничего так не доставать с огня категорически по крайней мере там где есть жидкость если есть твердая у меня просто проблема будет потом накрыть это обратно но потому что когда ты накрываешь то ты сразу увеличиваешь мы все исходим из того что огонь закрытый открытый огонь в шаббат мы с ним не дружим совершенно нет сейчас скажем ну давайте на самом деле немножко забегать вперед но это важно мне сказать потом вернусь возвращение первого сосуда на огонь у меня есть пять условий порядок обязательно помнить если вы будете говорить неправильном порядке то это вас же запутает первое человек когда снимает с огня он хочет вернуть на огонь кавана кавана второе он держит этот сосуд в руке и не отпускает это второе держит и не отпускает где в этом скажу это бодиават дай закончить пять условий бодиават постфактум у нас будет да это второе условие держит имеется ввиду что он не теряет контакт он может поставить на стол и придерживать то есть не держать на весу обязательно то есть поставил на стол ты продолжаешь держать не на пол третье потому что тем самым я уже показываю что мне он сейчас не нужен все равно третий огонь покрытый огонь закрытый да но мы сказали с вами что или это у меня металл или это у меня если мы берем с электрической платья мохон мир всегда шел по равмурде халяв не по праву ваде свародим в мире многие шли и праву ваде ашкенозимы и многие свародимы тоже шли по равмурде халяв то есть на электрическую плату поставить пустой перевернутый сосуд да нет только что сказал я уже дважды это сказал повторяю третий раз сегодняшний за полчаса за последние у нас есть три мнения по поводу того что такое закрытый огонь на который можно поставить разогревать или вернуть закрытый огонь это у меня порав ваде по которому большинство свародим но не все половина свародим скажем плата электрическая это закрытый огонь порав мордыха или яу на плату нужно поставить еще перевернутый сосуд пустой и это будет закрытым огнем по раввел йошев полный сосуд мы сказали пустой да при условии что между ними будет воздушный зазор да с воздушным зазором если у тебя пластина с воздушным зазором пойдет не бумажка бумажка это ничего фольга цена четвертая еда должна быть полностью сваренная полностью приготовленная и пятая она горячая и мне нужны пять условий а не одно из них первая кавана вторая придерживать третья покрытый огонь четвертая полностью сваренная пятая горячая когда мы говорим горячая для ашкиназим достаточно чтобы я почувствовал что она теплее чем комнатная температура для сфарадим я цоледит 45 да для нас 60 теплее чем комнатная температура это для ашкиназим для нас это для кого было а тогда не 60 теперь следующий момент который важно помнить первое и второе или второе условие быди обад если я забыл подумать что я верну я не хотел я забыл про это подумать или я думал про то что я хочу вернуть и тут я смотрю там ребенок падает я оставляю эту кастрюлю и хватаю ребенка или 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 на что-то отвлекся отвернулся отпустил кастрюлю и потом поворачивайся я я могу вернуть быди овад если нарушил первое или второе условие быди овад я могу это сделать лихадхила так неправильно быди овад я могу есть такое понятие как очень большой быди овад если это единственная горячая еда будет там на следующую трапезу вообще все останутся без еды если я это не верну то в таком случае у меня есть гости и так далее и так далее мне разрешают даже если первое и второе нарушились это очень большой быди овад при условии что нет еды на следующую трапезу шабатнюю если есть то в таком случае извините не можешь если у тебя не накрытый огонь с этим ты конечно можешь справиться ты можешь это накрыть в шаббат если у тебя не полностью готовая поезд ушел ты это убираешь и довариваешь после шаббата или кушаешь это как разбойник бендросай но возвращать уже ты не можешь и если оно остыло полностью ты собирался вернуть все хорошо ты раскладывал я не знаю сколько часов нужно раскладывать кастрюлю челна чтобы она полностью остыла для шкина зима это полностью остыла кастрюля челна я раскладываешь раскладываешь там третья тебе останется она будет еще горячая если я так простоял три часа уснул держа такованы тогда уже нет когда уснул медитировать начал не знаю других вариантов извините придумать не смог но она глубокая медитация и полностью остыла я вернуть не могу если я поставлю это на солнышко и солнышко нагрело я все равно не могу мне нужно чтобы это осталось от нагрева который был на огне что я могу естественно что эти условия важны мне для жидкого почему потому что твердое я могу достать из холодильника для твердого какие у меня будут условия когда я достаю из холодильника накрытый огонь и полностью готово все других условий для твердого у меня не будет это именно для Ашкина Зима сейчас говорю снова таки если кто-то там идет про Балия Шиву то соответственно просто накрытый огонь для него это будет кастрюля с водой или с чем там на них поставить без малейшей проблем по самому устрожающему мнению он достает не важно картошку котлет тишницу или курицу и ставит их на на накрытый огонь какой накрытый огонь в соответствии с тем мнением которое у нас было «Ашкина Зима» «Ашкина Зима»